Собственно, процесс происходит довольно, ну, понятно. Выезжает команда орнитологов, поселяются на болоте и ищут гнезда, находят гнезда, ждут, покуда они подрастут до 7-8 дней, потом эти гнезда изымаются, садятся вот такие ящики. Да, вот их отлучили от матки, я поднимаю, выращиваю до такого состояния, чтобы их можно было уже передать для дальнейшего, для выпуска в естественных условиях на территории Литвы. О, тянутся, вот эти и хотят есть уже. Видно, что хлопцы есть их очень красивые, как клеточки. Птенцы запоминают территорию в период между 30 и 50 днями, когда они в этом возрасте находятся. И вот мы их специально в возрасте до 10-15 дней перевозим туда, там передерживаем, и они уже запоминают каким-то образом, никто не знает в науке, как они это запоминают, но они уже в своем GPS зафиксировали эту точку, где их выпустили на волю, и оттуда летят в Африку и возвращаются обратно. Белорусская популяция является самой крупной популяцией в мире. Самая основная причина, почему мы берем от звонца, является том, что здесь самая большая численность лютявой камышовки, и если мы отберем, ну сколько, 50, сколько, 10 гнезд примерно, это самый меньший, как сказать, вред популяции. Сегодня мы открыли окна, и этот процесс пойдет, наверное, пару дней, пока они вот сегодня первые начали выходить, но это задлится, может, пару дней, пока они все вылетят, и у них происходит этот называемый импринтинг. Они должны делать облеты, облетать территорию, запоминать ее, тоже начинать охотиться в этой территории, и тогда уже они как бы привязываются в этой территории. Субтитры создавал DimaTorzok